Итак, в марсизме экономический фактор рассматривается как ведущий фактор при анализе социального устройства общества. Бытие определяет сознание. Казалось бы, это верно, но ведь обратное тоже верно, как мы только что установили. И вообще роль экономического фактора, она часто необъяснима, в том числе и в истории нашей страны. Но мы только что обсуждали революции 1917 года, которые были во многом вызваны идеологическими факторами. Может быть и прежде всего идеологическими факторами. Но можно вспомнить и революцию Петровского времени, Петра Первого, который и занес к нам в изобилии западнические идеи. И коренным образом изменил идеологию общества. Никакими такими экономическими причинами это не объясняется. Тем более, что экономика-то, она после Петра сразу же изгидала. И Россия провалилась там в несколько десятилетий очень бедной жизни. Так что, видимо, нельзя ориентироваться исключительно на экономике. А может быть и вовсе не надо ориентироваться на экономический фактор. Как дело происходит на самом деле? Но прежде я выскажу свой тезис, а потом мы перейдем к рассмотрению соотношения производительных сил и производственных отношений, которые важны в марсизме. Итак, тезис. Причина смены общественных формаций не противоречия между производительными силами и общественными отношениями, а противоречия между новым пониманием мира и устаревшими идеологическими способами организации той или иной реальности или формации. То есть, у нас есть устаревшая форма организации реальности, обусловленная старой картиной мира. И ей на смену приходит новая картина мира. Так. В марсизме же упор делается на базис. Базис это способ производства. То есть, производительные силы и производственные отношения. Единство. Производительных сил и производственных отношений данного общества. Над которым возвышается настройка и общественное сознание. Я хочу зачитать, чтобы не быть голослованным, Я хочу зачитать два, две цитата Марса. Значит, в немецкой идеологии Марс замечает, что, однако, производство жизни, либо своей собственной трудом, либо жизни другого, произведением потомства, всегда включает общественное отношение. В смысле совместной деятельности разных индивидов. И, констатировав, что из этого следует, что определенный способ производства всегда связан с определенным способом совместной деятельности, он утверждает, что этот способ совместной деятельности сам является производительной силой. То есть, производственное отношение, на самом деле, вот Марсом, да, определенным образом включается в производительные силы. И способ организации. А? Способ организации. Способ взаимодействия. Способ организации труда. Да, да, да. Да, да. Нужны институции. Конечно, 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 конечно. То есть, я вот этими цитатами, я еще сейчас одну зачитаю, чтобы показать противоречивость вот этих представлений, я, в конце концов, вот, я расскажу то, как интерпретируют современные диалектики этой вещи. Но сейчас здесь цитата будет побольше. Общий результат, к которому я пришел, это Марс пишет в знаменитом предусловии «Критики политической экономии». Общий результат, к которому я пришел, и который послужил затем руководящей нитью в моих дальнейших исследованиях, может быть кратко сформулирован следующим образом. В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые от их воли и независящие отношения, производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных и производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества. Реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая настройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Следовательно, что, если будем под общественным сознанием понимать картину мира, то просто, так сказать, он, Марс, реальность, реальность слегка описывает. Описывает верхний слой реальности. Потому что и под производительными силами можно понимать всю природу. Абсолютно. Всю-всю-всю природу. Но то, что Солнце светит, это тоже производительная сила. И не потому, что у нас солнечная батарея работает, а потому что просто светло и мы работаем. Это производительная сила. И производственные отношения, которые трактуются Марсом как независимые от их воли. Это то, что вот непосредственно реальность. Вот мы с вами общаемся, мы же это не рефлексируем, да? Мы просто общаемся. Это те обычные человеческие отношения в процессе труда и в процессе всей жизни. Поскольку вся остальная жизнь, кроме труда, это и есть восстановление наших способностей трудиться. Можно так так трогать, да? Еще раз. И которому соответствуют определенные формы общественного сознания. То есть Марс пишет о том, что есть вот некоторая реальность, описываемая оказательные силы от возрастного отношения. То есть независимые от воли производственного отношения, то есть общения. И общественное сознание. Это вот написано Марсом. Далее. Марс пишет. Но тем не менее, констатируя вот это безусловное обстоятельство, Марс пишет. На известной ступени своего развития материальные и производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями. Как это возможно? Это непонятно. Или, что является лишь юридическим выражением последних с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. То есть производственные отношения, которые как бы в сопротив воли осуществляются, они еще включают в себя отношения собственности. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальных революций. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной настройке. Он не пишет про общественное сознание. Но чуть выше он писал настройка и общественное сознание. То есть очевидно подразумевается, что с изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной настройке и общественном сознании. То есть и в картине мира. Вы с этим спорите? Ну как бы я пока читаю Марса, но да. Я это оспариваю не совсем. Марса может тратовать и так, и так. Я оспариваю утверждение Диамата. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разобьются все прозрительные силы, для которых она дает достаточно простор. И новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созревают материальные условия их существования в недрах самого старого общества. Я уже говорил, что история опровергает вот это утверждение, но насчет того, что производительные силы каким-то образом обуславливают смену производственных отношений. Ну нет, смену общественного сознания. У него, как говорится, производственные силы меняются производственные силы. Но это мы уже трактуем, да. Это мы уже. Меняется общественное сознание. И как бы вроде тут ничего нет неправильного. Вот Марс про изменение общественного сознания не пишет. Это мы уже его дополняем сейчас. Естественно, да. Вот только, чтобы зафиксировать вам там было как-то, нет? Пожалуйста. С изменением экономической основы более-менее быстро происходит переворот во всей громадной настройке. И я добавляю. И в общественном сознании. Нет, но настройка это и есть как сознание. И все как бы культура там. Вот там же все. Ну культура, да. Юридическая и политическая настройка. Это по Марсу. По Марсу надстройка это политика, да. И институты. Институты и политика. Просто можно сказать, что и так. То, что он идет, изначально вы, как казалось бы, оспаривали то, что у него идет построение от базиса, от этих каких-то производственных сил, от солнышка, в конце концов, да, к картине мира, к надстройке, к сознанию. Нет, я это не оспаривал. Наоборот. Я читаю, что Марс про это и пишет. Что у него идет от базиса к общественному сознанию, да. Но в конце концов он делает вывод, что переворот вот этот осуществляется снизу, с изменения базиса. Да. Так а что вам сказать? Ну, в истории такого не было, на самом деле. Ну, нет, вот смотрите. С базиса изменяется базис, производственные силы, производственные отношения. А потом происходит смена настройки. Так вот, мне кажется, что как раз происходит. Вот смотрите, ну, скажем, вот эта информационная революция, да, которая произошла. Появились средства, да, допустим, удаленной работы, появились какие-то фрилансеры со своим общественным сознанием. Вот, появились вот эти вот персональные компьютеры, вот эти бесконечные офисные работники клерки. Ну, может быть, как бы тут надо немножко аккуратнее сказать, да, но все-таки, по-моему, что-то подобное происходит. То есть, появляются некоторые средства, которые меняют... Нет, ну, понимаешь, естественно, да. Да, естественно. Люди научились делать корабли, стали плавать на другой континент. Произошел переворот в мозгах, естественно, да, революция своего рода. Жили вот на маленьком острове, и вдруг для них стал доступен весь мир. И потом, понимаете, ведь не обязательно говорить об этом в историческом плане. Можно сказать так, вот сейчас, вот здесь, там, в этой стране, допустим, есть энное количество классов разных людей, да, которые... Одни работают в одних условиях, да, у них одни производственные силы. Они, допустим, не знаю, наклеивают этикетки на высылке водки, понимаете. И вот их, вот эти производственные силы, которые задействованы в их работе, да, и их взаимной коммуникации, да, они определяют их общественное сознание, и мы видим, как, да, допустим. А есть другая сфера, каких-нибудь вот этих вот клерков, да, и у них тоже совершенно специфическое общественное сознание у этого класса, там, не знаю, как сказать, у этой группы людей. Страты. Да, страты определенные. Ну, страта, она подозревает уже иерархию, это тут не обязательно, потому что они реально как-то находятся. Вот, но смысл в том, что действительно мы видим, что как-то определяют. Нет, ну таки, это же тривиально. Любые твои жизненные обстоятельства будут как-то определяют твое сознание, потому что здесь обратный ход, понимаешь. Ты смотришь, ты это воспринимаешь, ты рефлексируешь, и ты меняешься. Естественно. Ну, мы же говорим о развитии, что движет, понимаешь? Что движет. Вот. Ну, вы только что сказали, и ты меняешься, значит, я двигаюсь. Если может двигаться один человек под действием этих вещей, и вся страна может двигаться под действием таких вещей, казалось бы. Я понимаю, что вы хотите сказать, что по главе угла под неделюсти должна стоять картина мира, которая, допустим, начала склопываться с реальностью, и это плохо, не важно, что у нас с производственными силами, вот, она определяет революционные ситуации, она определяет динамику. Вот, как бы, ваша, мне кажется, цель такая. Но, как быть с Максом и с вот этой его материи, понимаете, материальностью, вещественностью мира, с его определенным сопротивлением, которое он оказывает. Да мы же не отрицаем материальность мира, по крайней мере, его вещественность, да? Ну, тут есть вот в этой схеме, то есть то, что наша картина мира, она, как бы, способна так вот достаточно ловко оформлять реальность, и, как бы, вплоть до того, что, ну, понятно, картина мира, можно пускаться сама по себе, это вы объяснили. Ну, и реальность подтягивается за счет картины мира к ней самой, да? Вот то, что это все происходит достаточно удачно, что это вообще возможно, нет ли здесь такого, что сопротивление материала куда-то ушло? Что слишком, как бы, вот, удачлива эта картина мира, что она может совпасть с реальностью, понимаете? Здесь, мне кажется, как бы... Нет, но самое главное, что картина мира обусловлена реальностью, естественно, она исходит из реальности, но она не есть реальность. И вот твой пример, что заставляет этих самых программеров многочисленных, да? Откуда они появились? Из базиса. Откуда они появились-то все? Программеры, да? А программеры появились? Появились программеры. Из научно-технической картины мира, да? Нет, из картины, из научно-технического прогресса. Да, я это вот к этому перехожу. Вот 50-е годы, 50-е, 60-е, еще 70-е, ну, 70-е уже нет. Вот когда. Ведь хотели вообще построить один большой компьютер на весь Советский Союз, да? Известная программа. Ее загубили именно из соображений картины мира. Потому что если бы построили, начали строить в 60-х годах один большой компьютер, где-то, ну, к 80-м, там, к 90-м, его бы уже построили, в 90-х уж всяко, да? Вот, ну, к концу века построили бы, а? А зачем были нужны вот эти многочисленные партийные работники, понимаешь, да? Которые дают указявки. Они существуют только для того, в той системе, для того, чтобы сверху вниз спускать указявки. А теперь их заменили одним большим компьютером. И компьютер сверху вниз спускает указявки. Это исключительно следствие существующей картины мира. Но зато у нас теперь в доме у каждого вот по компьютеру. Я же не говорю, что Марс плохой. Я говорю о том, что он слишком много своего внимания уделил базис. И слегка проигнорировал ту самую настройку, или точнее общественное сознание. Ну, просто, да, все правильно, но просто без этого он не был бы Марксом, хочется сказать. То есть, да, у нас есть Гегель, который этого не сделал, допустим. Но Маркса, мы любим за то, что вот он Маркс. Ну, как-то так, да? Вот такой материалист. Да, да, материалист. В следующий раз. Такая точка зрения, такой срез, такая проекция. Одно другого. Вот чтобы не показаться идеалистом, я хочу подчеркнуть, это очень важный момент, что когда мы говорим о реальности, да, мы сразу же делаем оговорку. Как только начинаем говорить о реальности, мы первым делом вот такую оговорку делаем, да, что высказывая мнение о реальности, мы предполагаем, что в реальности содержится нечто, что не есть наша мысль. Что вот эти все разговоры о формировании картины мира, это не есть пустые фантазмы. Вот это линия, которая идет от Платона, Декарта и от Ганта, да, из-за слова. А называть это нечто материи или как-то иначе, это уже другой вопрос. И вообще это, по большому счету, к философии не относится. Это то, что это идеологическая надстройка над философией, да. Мы можем называть это материи. Так, да, так вот я хочу, значит, мы констатировали, что, тем не менее, в соображениях Марса присутствует вот это самое общественное сознание, это очень важно, да. Хотя он считает, что оно обусловлено базисом, экономическим базисом общества. Вот, у нас по этому поводу есть масса сомнений, и поскольку считается, что производительные силы, вот это противоречие между производительными силами и производственными отношениями возникает благодаря тому, что производственные силы там развиваются как-то, да, а производственные отношения отстают, и вот первый студенческий вопрос, а кто развивает производительные силы, да, вот, что заставляет развиваться производительным силам. Опять же, смотрим на окружающий мир, Европа это одно, Азия, Америка, это совершенно другое, океане. Инки колеса не знали, пока к ним не приплыли испанцы. Так, поэтому вот этот вопрос, источник развития, источник развития истории, человечества, мира вообще, да, он в марксизме остается подвешенным. Вот сейчас я хочу перейти к тому, как вот эти все вопросы толкуют компетентные современные диалектики, марсисты-ленинцы, наши питерские, философы. Значит, они трактуют так. С фамилиями. Да, с фамилиями. Но я фамилию не буду называть, а то есть замечательный сайт, Ленру, там они тусуются и выкладывают ролики. Значит, базис, это производственное отношение, ну или общественное отношение, если бы общить, да, в единстве с производительными силами. Но по отношению к этому базису определяется класса. Класса определяется по отношению к этому базису. А у классов-то есть противоречивые интересы. Понимаешь, какой финт они делают? Отсюда противоречивость базиса, которая проявляется в политике и настройке. Вообще, как-то непонятно. Непонятно, как бы, вообще. Ну, чего непонятно. Ну, как бы. Есть базис, да. Это что-то понятно, да? А по отношению к базису определяются классы общественные. Кто-то как бы наоборот работает в этой системе, кто-то не работает, или что? Кто-то надеет в собственном обществе, кто-то не надеет в частном собственническом обществе по отношению к производительным силам. Да, классы определяются. Есть противоречия какие-то. Почему они начинают противоречить друг другу? А потому что по отношению к собственному. Одного есть, любого нет. А почему это противоречие? А почему это противоречие? Как бы, производственные силы... Противоречивые интересы в борьбе за государство. Я рассказываю трактовку современных диалектов. Ну, понятно, хорошо. А как это? Я не собственную трактовку, я не могу это объяснить. Они трактуют так. Есть базис. По отношению к нему определяются классы. По отношению к классам определяется политика уже. То есть, политика это уже вторично. То есть, политика это форма борьбы классов за государство, за устройство государства, можно сказать, картины мира, общественного сознания. А государство возникает как бы тоже просто так. То есть, понятно, производственные силы есть, есть там отношения производственные, они все в базис объединились. А вот сама идея государства, понятие государства, сам феномен государства, чего вдруг он возникает? И что за него начинает бороться? Ну, насколько я понимаю, он берется как существующая ровность уже. Итак, вот таким образом определяется противоречие между производственными силами и производственными отношениями через борьбу классов, через классовые отношения. Не понял? Но производственные отношения это общественные отношения. Я понимаю, каким образом переход происходит. Вот у нас есть, допустим, противоречия между классами, есть, допустим. Но они как бы перманентны. И как они вдруг почему-то в один какой-то прекрасный момент порождают противоречия между базисовыми и производственными отношениями. Вот в какой-то момент у нас нет противоречия между базисовыми и производственными отношениями, да? Но противоречия между классами всегда есть. И вот почему в один момент есть противоречия, а в другом нет противоречия? Как? Вот из этого я не понял. Ну, трудно понять. Нет. Там переходы логические. Да, а вот логический переход. Логический переход, скажем, переход между различными формациями ими объясняется строго по Гегелю. Да? Через снятие. То есть, они уходят от диаматовского, от такого, можно сказать, упрощенного понимания марсизма, и в этом смысле возвращаются к Гегелю. То есть, вот, когда производственные силы и производственные отношения находятся в некотором пока балансе, вот это вот наличное бытие, да? Это наличное бытие, которое снимается в следующий, через эволюционный скачок, в следующем экономической формации. Можно ли так сказать, вот, поскольку непонятно, что, значит, что эти классы борются за государство, в каком смысле они борются за государство, может быть, можно было бы объяснить на следующем образом, что они борются за установление определенных и поддержания определенных производственных отношений. То есть, что нужно капиталисту, да, допустим, чтобы были там, не знаю, фабрики, где он эксплуатирует рабочих определенным образом, чтобы был такой наемный труд, чтобы была собственность, да, то есть, чтобы было вот понятие собственности и так далее и тому подобное. То есть, нужны определенные производственные отношения, но борются за, скажем, рабочие борются за другие производственные отношения, допустим, за социалистические какие-то, да? То есть, они не борются за государство, как вот за какой-то абстрактный, вот, там, яблоко какой-нибудь раздора. Они борются за... Нет, Антон, то есть, если различать стандартную ситуацию и революционную ситуацию, в стандартной ситуации рабочие борются за зарплату, за поддержание своего статуса КВО. Они не борются против своих наемных. Но то, что ты сказал, то в чистом виде социал-демократия. Уже отношения к государству возникают, это уже кризисный момент к государству. А так чего? Он трудится, и трудится, и он доволен всем. Получил зарплату, пошел, выпил. Ему до государства глубоко плевать. Ну, хорошо. Значит, с нашей точки зрения, с точки зрения подлинного революционного учения, главное захватить власть, это, кстати, ленинский путь, над общественным сознанием. Об этом много писал Грамши. Вот понятие гегемонии, это идет от Грамши, потому что Грамши утверждал, что подавление осуществляется не только грубым подавлением, но еще, то есть гегемонии осуществляется не только подавлением, принуждением, но и убеждением. Поэтому задача рабочего класса стать гегемоном в идеологическом смысле. И не только в смысле распространения на все общество, да, но идеология рабочего класса должна стать гегемоном в смысле того, что она должна быть лучше всех других идеологий, наиболее убедительной идеологии, да, то есть в наших терминах картина мира. Итак, революционер обязан захватить власть над общественным сознанием, приложить обществу новую идеологию. Переход к капитализму происходил именно таким образом. То есть вот эта новая идеология, она вызревала, или идеология модерна, в общем, она вызревала на протяжении нескольких веков. И капитализм практически построили феодалы, да. Вот это одно из принципиальных еще отличий России от западного мира. На Западе вот в течение многих веков сохраняется элита. По крайней мере, вот с Европейского возрождения, как мы знаем. Вот недавно были публикации насчет того, что прошерстили старые там обарные книги во Флоренции. Слышали, нет? Да, и установили, что там тысяча имен. Что они были установлены на протяжении. Да, одни и те же люди, 500 лет назад. Я посчитал, что там в столетие из 10 элитариев должно бы выбывать два. В 100 лет два. А у нас, посмотри, вот если от Петра считать 300 лет, да, к 17-му году, там практически никого не осталось. Ну, кроме Голицына. Потому что Трубинские уже культурой занимались и философией. Ну, они уже положены были на бюллетень. А? А? Вставали же и бюллетень. Ну... А почему вы привязываете... Весьма... Нет, это... Я немножко отлёкся, что ситуация России, Западного мира, немножко другая. Я привязываю к тому... То есть, преемственность должна быть родственной? Не понятно. А потому что это... Революция, это дело элиты. Нет, понятно, но элита, почему как бы преемственность внутри элиты, вами понимаете, как родственная? Были, допустим, на том же Западе разные иезуитские колледжи, там, не знаю, какие-нибудь доминиканцы, ордены разные, да, монашские, которые в Средневековье, то есть, также, наверное, выступали в качестве элиты, потому что единственные образованные люди были. И там же не родственная, не генетическая была преемственность, а преемственность школы. Вот у нас, допустим, те же научные школы могли быть, ну и в науке, а они выступают таковыми, да, то есть, если в науке есть какая-то элита, то это некая научная школа, которая передается... Ну, естественно, Антон, естественно, может быть и так, но в данном случае, это я хотел подчеркнуть только потому, что и феодальные, и капиталистические отношения, они обусловлены характером собственности, то есть, собственности. Просто характер собственности немножко становится разным. Ну, собственно, как были одни и те же, так и остались. Вот о чем речь-то. Понимаешь, да? То есть, в значительной степени не было смятения полностью элиты. Вообще считается, что Великую Французскую революцию сделали английские масоны. Подлянка положили такую, да? Ну, есть такое мнение конспирологическое. Вот. Но то, что старая элита, вот на протяжении веков, европейская, она продолжала как бы свое элитное дело, это не сомнение. Об этом многие говорят и пишут. Да. Итак, ладно, с этим я хочу закончить и перейти к классовому подходу, который в значении общества опирался на определение класса по отношению к средствам производства. Вот о чем мы говорили. Так вот, в нашем представлении, что соответствует средствам производства, вот средства производства, они в реальности там запечатаны. Поэтому, если сертификацию общества, вот нам нужно вести по отношению к реальности. То есть, классы не пропадают. Просто представление о классах меняется. И прежде всего, вот элите, представление об элите, которая живет на арбитрированный доход, изучает реальность, представляет картины мира, обществу. Поэтому, в революционной гнасиологии, основным вопросом становится никто, ничто, никак, то есть, ничто, никак, а кто изучает. Вот важнейший вопрос, потому что от того, кто изучает реальность, картина мира зависит. В чьих руках находится изучение реальности? Разумеется, формирование представления о реальности невозможно без так называемого креативного класса, который производит различные символические формы текущей реальности. Вот, ну и масса потребителей и одновременно производителей этих символических форм. Брахмана. Брахмана. Хранители картины мира. Шатрии защищают данную картину мира. Ну и так далее. Тут можно продумать различные варианты, но самое главное, что классы остаются. Кто формирует общественное сознание, тот и оказывается наверху общества. Вот можно заметить, что развитие человечества идет от меньшей свободы к большей свободе. Вот ты заметил там эти самые суперсвободные программеры. То есть человек, как бы, вот говорили, что нельзя жить в обществе и не быть свободным от общества, да? Что общество над нами давляет. Ну вот, в последнее время показалось, что можно уединяться от общества. Можно работать в одном месте, а жить в другом месте. Казалось бы, вообще заниматься вещами, казалось бы, несовместимыми с твоей работой, да? Вот. Еще 50 лет назад это невозможно было представить, чтобы там, скажем, научный работник, делающий научную карьеру в академической среде, одновременно там жил в Индии, там тусовался в Индии, в Ашрамах разных, да? А сейчас это ради Бога, да? А карьеру он делает где-нибудь там в Западной Европе. Вот что я хочу сказать. Можно быть даже свободным от общества, казалось бы. Но от чего нельзя быть свободным в современном мире, это нельзя быть свободным от медиа, которые формируют картину мира. Вот в чем беда. И вот что необходимо преодолевать. Вот немножко слов еще о элите, да? Значит, вот элита западная, она принципиальным образом отличается от российской элиты, потому что она поняла свою основную в обществе функцию, разработала соответствующий инструментарий для исполнения своего предназначения. Вот. Поэтому западная элита не боится революции. А в других странах революции боятся. Ну, так говорите вот сейчас, как будто бы место элиты в обществе не является опять же частью картины мира, которую как бы можно собрать по-разному. Вот как будто это вот что-то как бы данное. Вот они просто, может быть, собрали ее так, что... А наши, как бы, понимаете, собрали картину мира таким образом, что бать-то царь. И, кстати, большинство народа, в общем, поддерживает, как бы, и говорят, да, вы занимаетесь тем, чем мы должны заниматься. Правильно. Вот. А вот представьте себе, что вот так вот бах! И писали. Ну, просто это вопрос, как бы, к рефлексивности вашей теории, да? То есть, если вы как бы встаете на некоторую такую мета-позицию, с которой есть картина мира и есть реальность, они могут схлопнуться, элита занимается картиной мира, они, как бы, получаются этого арбитраж, то такой самый философский вопрос, самый общий, может быть, самый скучный, состоит в том, как бы, это вы рассказываете нам определенную картину мира, или это так всегда? Понимаете? То есть, это вот тоже какая-то одна из картин мира, с которой вы сейчас хотите получить арбитраж, допустим, вот, или не хотите? Вот, маленький там, в виде лекции, да? Или что это? Или это вот как оно обстоит на самом деле, как вы любите, вот, Александр, да? Как оно на самом деле обстоит? Рассказываю. Моя сегодняшняя задача просто представить положение марсизма вот в этих представлениях. А вот первый, да, оклад, который я хотел делать, он так и называется у меня, картина картин мира. А вот является ли это картина, картина картин мира, это картина мира или что-то другое? Это нужно будет... Как бы на рамках она входит в множество этих картин, или претендуют на гегемонию? Да, да, да. Претендуют на гегемонию, конечно. А как иначе, да? Ну, а гегемония когда может возникать? Гегемония возникает, когда одна картина мира включает или объясняет все другие картины мира. Только так, видимо, да? И так каждый, вернее, каждый владелец картины мира считает, что он объясняет другие картины мира. Иначе быть не может. Иначе она не картина мира. Ну, в общем, да. Значит, она урезана, если в нее не входят другие картины мира, как частный случай. Ну, ладно, позвольте, я зачитаю заключительное предложение и остановимся. Значит, чтобы слоумировать сказанное. Когда утращивается зазор между реальностью и картиной мира, элита теряет свой источник дохода. В ней появляется фронта, происходит брожение, нарастает раскол. Вот к этому времени, обычно, а пофигевшая масса уже готова на все. Вот тут важный момент. Главное представить массе альтернативные какие-то картины мира. И вот это новое предложение должно быть яркое. Из блестящей перспективы. И вот тут уже не важно, насколько большие сложности будут описываться при осуществлении этого пути к светлому будущему. Главное, чтобы была перспектива и реально намеченный путь. И тогда революция, люди готовы горы свернуть. Как-то так.